В связи с пандемией коронавируса многие страны закрыли свои границы. Некоторые люди уже вернулись домой, а некоторые все еще пытаются доехать до сих пор. Сейчас в связи с закрытием границы и отменой международных рейсов, очень многие остались за границей без возможности выехать по разным причинам. У кого-то банально не хватило денег купить себе билет домой, так как он стоит сейчас космических денег. Есть часть людей, которые просто решили остаться там, где они сейчас находятся. Я имею в виду не граждан страны, владельцев вида на жительство или же рабочие визы, а тех, кто посетил страну с целью туризма, бизнес-мотивов или просто навещал кого-то в гостях и решил не ехать домой, следуя каким-то своим соображениям. В этом видео мы поговорим о том, что делать, если вы находитесь за пределами своей страны и у вас заканчивается срок легального пребывания, разрешенный вам визой или же статусом. Например, если вы находитесь в Испании и у вас по какой-то причине нет возможности лететь на самолете, то для того, чтобы куда-то добраться наземным транспортом, вам придется пересекать границы нескольких государств, которые, возможно, закрыли свои границы для иностранцев. То есть фактически вы просто не сможете этого сделать. Остается только лететь на самолете или же плыть по морю. Берите этого внимания, когда строите свои планы. 17 марта было введено временное ограничение на въезд на территорию Евросоюза. При этом речь идет именно о въезде. То есть выезжать может любой житель, если страна вашего пребывания не ввела какие-то особые распоряжения. По безвизовому режиму или же при наличии краткосрочной визы на 3 месяца или больше, каждый гость может находиться на территории Евросоюза не более 90 дней в полугодии. Если же вы находитесь на территории одной из стран ЕС и не имеете возможность покинуть ее до стечения срока визы или разрешенного срока пребывания, согласно статье 33 визового кодекса ЕС, вы можете получить продление визы на срок до 90 дней. Если вы оказались в такой ситуации, обязательно обратитесь в посольство вашей страны, а также в местные госорганы, муниципалитет, префектуру, отделы миграционной службы или же к юристу. Там вы получите всю исчерпывающую информацию, необходимую для заполнения бланки, а также инструкцию, как действовать вам дальше. Несколько стран огласили, что не будут штрафовать заявителей, которые просрочили срок своего пребывания. На сегодняшний день есть страны, которые уже озвучили свою позицию в продлении срока пребывания в их стране. Так, Израиль продлит визы до 30 июня для иностранных студентов и работников. Если вы находитесь в Южной Корее и срок вашей визы заканчивается вперед с февраля до 29 апреля, она будет автоматически продлена до 30 апреля. Таиланд разрешает продлить пребывание всего на 7 дней, поэтому если вам нужно увеличить этот срок, решение будет принимать местные власти города, где вы находитесь. Индия рекомендует всем обращаться в миграционный департамент и готова продлить срок пребывания туристов. Такие государства, как США и Канада, имеют свою особую процедуру продления статуса пребывания. Об этом я обязательно расскажу в наших ближайших видео, поэтому не забудьте подписаться на наш канал и обязательно жмите колокольчик, чтобы не пропустить их. Все заявки на продление статуса будут рассматривать индивидуально, поэтому будьте готовы объяснить, почему вы не смогли выехать и зачем вам нужно оставаться там, где вы сейчас находитесь. Несмотря на лояльность госорганов в сложившейся ситуации, они также будут отслеживать легальность проживания на территории их государства. Более того, на сегодняшний день известно, что некоторые страны оценивают, закрыта ли ваша страна проживания на въезд своих граждан. И если нет, вам могут просто отказать в продлении визы или же срока пребывания, а за просрочку еще и выпишут приличный штраф. К таким странам относится, например, Индонезия, у которой штраф за просрочку пребывания составляет 60 долларов в сутки. Безусловно, тем, кто находится в гостях, немного проще, так как они имеют поддержку и крышу над головой на период карантина. Вижу, что в период всемирной пандемии все пытаются стабилизировать ситуацию и помочь друг другу, поэтому, если вы знаете того, кому нужна ваша помощь, не стесняйтесь ему ее предложить. Многие авиакомпании отменяют рейсы или же повышают цены на билеты, что не дает возможность вернуться домой тем, кто очень этого хочет. В Телеграме появились десятки каналов, в которых люди описывают свои ситуации, просят о помощи и заручаются поддержкой соотечественников. Сейчас мы часто сталкиваемся с ситуациями, в которых люди, не владея какими-либо иностранными языками, находясь за границей, просто не могут помочь себе сами и нуждаются в поддержке. Если процедура продления срока пребывания кажется вам сложной, обязательно обратитесь к юристу, который поможет вам разобраться и подготовить все документы правильным образом. Несмотря на все поблажки, требования закона никто не отменял, поэтому стоит быть предельно внимательными и, конечно же, ответственными в сложившихся обстоятельствах. Рассказывайте о своих историях продления срока пребывания. Обращались ли вы к кому-то, какой вам дали ответ и как быстро обработали вашу заявку? Получили ли вы официальные документы, подтверждающие, что вам продлили срок пребывания? Эта информация будет очень полезна тем, кто сейчас находится в такой же ситуации. Клиентка только что сказала, что в Японии нет карантина и все нассаждаются с Акурой. А за просрочку еще и выпишут. Выпишут.